друзья мои всем диагностический привет вы на канале для взрослых и адекватных людей мне как человеку который любит технику важен ресурс мне важно понимать какая температура двигателя не только охлаждающая жидкость температура масла в двигателе давление масла и температура масла в коробке передач это позволит мне вовремя менять масло ну и в каких-то режимах понимать допустим зимой если побуксовал как масло в коробке в двигателе нагрелась не перегрелось ли оно это все очень важно на самом деле и интересно вот и поэтому я решил за этим делом последить но как это сделать вот как это сделать вообще поначалу я хотел по старинке я как старый gdm щик внедрите такие будильники знаете как на панели в корчи раньше трубовые ставили давление масла температура охлаждающей жидкости вся вот это вот температура масла чтобы это весело горела но у меня гражданский автомобиль и на саморезы в панель вкручивать всю эту историю очень не хотелось это первый момент второй момент у моих друзей было негативный опыт потому что по текущему курсу доллару какие-то брендовые будильники датчики да по-русски говоря с человеческими фейтингами эластичными резиночками шланчиками качественно это стоит очень дорого поэтому у нас люди не заморачиваются и покупают китайские реплики да ну китайцы нам помогают в этом но мы живем сибири летом жарко зимой холодно и перспектива как у некоторых моих знакомых там в минус 30 минус 35 эти китайские резинки шланги резиночки шланги дубеют и остаться без масла то есть ну благо если это просто сайт начнет либо потеть а если это вырывает и остаться без масла меня такая на обычном гражданском автомобиле перспектива не прельщает что же делать и вы знаете я где-то несколько месяцев бился вот с такой истории это elm 327 сканер я думаю 99 процентов из вас знают что это такое вообще elm 327 это не bluetooth либо вайфай сканер который вы можете купить в китае либо на просторах российской федерации elm 327 такая маленькая историческая справка это микросхема канадской фирмы elm electronics которая использовалась собственно в профессиональном диагностическом оборудовании и стоило прилично много-много денег и как-то они перенесли завод в китай и китайцы получили доступ производства не перенесли микросхем в китай как это все делается для снижения себестоимости и китайцы получили доступ к технологиям по альтернативной версии китайцы просто сперли техническую документацию и стали делать вот такие вот то есть уже не микросхему elm 327 как это делала канадская фирма они назвали это сканерам но не суть бывают версии 1.5 и 2.1 да то есть 1.5 версия это оригинальный протокол который поддерживала оригинальная микросхема версия 2.1 это уже китайская фишка то есть они там что-то порезали что-то внедрили и если вы планируете покупать вам нужно покупать с протоколом 1.5 мы еще к этому сейчас вернемся потому что 2.1 это уже китайская тема работает крайне нестабильно у многих эти сканеры просто отказываются коннектиться с софтом и не работают поэтому запомните вам нужна версия 1.5 просто у меня был опыт и о появилась версия 2.1 еще круче заказываем но у меня эта фигня не заработала а второй сканер который пришел он работал крайне некорректно показывал вообще какую-то ерунду бывают bluetooth исполнение бывает вайфай вайфай под android bluetooth ну собственно работает и вайфай и bluetooth работает на андроиде вайфай версия работает на айфоне потому что bluetooth у айфона только для наушников но и каких-то вот этих вот вещей с этим связанных то есть вот эта штука на айфоне bluetooth работать не будет есть еще версия со шнурком для персонального компьютера это для тех ноутбуков где нет вайфая поэтому функционал у них будет плюс минус одинаковых прежде чем заниматься вот всей этой ерундой вам нужно убедиться что версия адаптера у вас 1.5 да как я уже говорил и соответственно будет интересно посмотреть какие инструкции поддерживает ваш модуль их очень много на самом деле есть для этого вам нужно включить зажигание включить зажигание подсоединить сначала подсоединить адаптер он у меня находится вот здесь в обиде 2 мы подсоединили и есть такая программка елм 327 идентифитер что мы здесь видим да вот мы запустили программу вот это у нас поддерживаемые инструкции протокол выбираем типа подключения у нас bluetooth вот обиде 2 выбираем и устройство коннектится устройство коннектится все она закон на тело есть вот и погнали вот пошел тест тын дн 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 здесь мы видим я елен 327 полтора то есть если у вас здесь 21 можете это смело отправить назад выкинуть заказывать другой вот это поддерживаемые команды и во вкладочке результаты вот мы видим то есть у меня старинные сканрио покупал лет пять назад если даже если даже не больше то есть видите от красным отмечены команды которые не поддерживаются друзья мои надеюсь самим сканером мы разобрались это елм к 327 версии 1.5 покупаем на алиэкспрессе либо где-то в россии я буду искать вайфай версию потому что но bluetooth уже как-то не хочется и хочу посовременнее купить чтобы все 104 инструкции они поддерживались сканером может быть добавится какой-то функционал хотя в общем то сейчас вам покажу все что нужно мне почти все что нужно мне и вот эта старая елм к поддерживает так вот со сканером разобрались теперь что касается программного обеспечения я использовал карсканер есть торкви до бесплатная версия а сейчас буду вам показывать приложение for scan почему потому что она использует им у меня автомобиль mazda и это приложение специально заточено под мазды ford и линкольны и mercury то есть используя оригинальный протокол этих автомобилей это приложение позволит вам сделать больше именно в эти марки и соответственно я рекомендую вам искать подобные предложения для ваших марок автомобилей то есть чтобы оно было такое узко специализировано потому что большинство программ которые берут все они по факту у вас вводят заблуждение тем что не используя оригинальный протокол они большинство параметров просто рассчитывают исходя из показаний каких-то других датчиков ну а зачастую это может быть погода на марсе и вот я бился нужно там где-то формулы редактировать да то есть пишешь техподдержку они говорят а вот тут вот изменить и параметры под тот тот ну то есть это виртуальная for scan для mazda чем мне понравился я получаю только ту инфу которая реально поступает в ек у то есть электронный блок двигателя это не какие-то виртуальные расчеты это та инфа которую можно достать используя оригинальный протокол и это очень важно я вам сейчас покажу то что вывел я и что буду использовать следующих видео значит смотрите мы запустили программку for scan за коннектились да то есть вот это вот вилка нам показывает и говорит о том что у нас приложение соединилось мы можем посмотреть информацию об автомобиле его вин код все вот эти модули которые мы можем считать то есть их достаточно много посмотреть ошибки то здесь указаны все блоки и вот у нас тут есть какие-то реле системы запуска остановки до ошибка мы можем провалиться получить расшифровку не знаю у меня правда ошибок никаких не было но где-то может быть внутренней и соответственно сбросить хотим сбросить да то есть средства для диагностики вот ошибка сброшена все супер замечательно вот еще есть но потом почитаю посмотрю нас интересует вот это вся история вот запускаем значит смотрите что я вывел для себя ект ект это вот плохо либо я еще не разобрался не могу найти как переименовать как переименовать эти датчики ект это температура антифриза и от то есть 81 градусов у нас антифриз до 81 а что мы видим на приборке правильная 90 градусов но сейчас она дойдет до 100 я пока записывал мо двигатель остыл и здесь как будет 80 здесь будет а 82 градуса на приборке будет стоп то есть видим какой лак в 20 градусов и от и вот так можно нажать температура масла в двигателе масло у нас 73 градуса масло 530 одно из самых термостабильных холодных масел это мы будем следующем видео смотреть эксперименты ставить тфт температура масла в коробке передач вот это очень интересный датчик который нам понравится понравится и понадобится низкого давления масла обороты 596 оборотов это на нейтрале ну в паркинге представляете какие низкие холостые тем требуемое давление в магистрале это в автоматической коробке передач то есть если мы немножечко поднимем обороты она будет она будет меняться и соответственно вольтаж но здесь все понятно так вот парни нас интересует температура антифриза масло и температура масла в двигателе и в коробке передач и вот этот датчик низкого давления масла вот обратите на это внимание он нам пригодится и соответственно посмотрите как отличается температура антифриза уже 84 градуса масло 74 10 градусов в коробке еще меньше 70 то есть когда когда люди говорят что я зимой зимой три минутки прогрел двигатель у меня там стрелка тронулась температура масла в двигателе у вас будет холоднючая температура масла в коробке передач будет вообще никакой то есть производители коробок рекомендуют трогаться да где-то когда температура масла в коробке 50 градусов вот зимой это прям целая будет история мы будем тоже это смотреть рассказывать и показывать для чего я вам показал всю вот эту вот историю во-первых современном автомобиле обязательно должен бардачке лежать такой сканер потому что немецкие автомобили автомобили ваг группы да и японские они уже не такие простые как раньше они обрастают какими-то функциями электронными модулями ваги так там с немцами вообще уже давным давно эта история занимается и просто сделать диагностику ошибок где-то если у вас это в городе на трассе что-то вылезет чтобы вы могли понимать можно вам ехать критическая ошибка не критическая опять же можно понять что это за ошибка не платить деньги там сейчас если я не ошибаюсь диагностика сканером от 1000 рублей начинается вот ну вы понимаете что у вас как у вас и и зачем да то есть это диагностика сброс ошибок современном автомобиле это очень полезно да приложение на телефоне и вот такой вот маленький сканер который вот можно в бардачок бросить и все и во вторых это конечно же мониторинг температур охлаждающей жидкости датчик на приборке вернее индикатор он предатель он показывает плюс минус там ну что-то там нагревается либо остывает но точные значения поступают именно в блок двигателя для приготовления точной топлива на топливно-воздушной смеси опять же температура масла это очень важно если у вас особенно стоит защита двигателя сетки то есть мои цифры вы сможете увидеть на разных маслах следующих видео ну и температура масла в коробке передач тем более если у вас какой-то большой автомобиль тяжелый автомобиль быстрый автомобиль либо вы много времени проводите в пробках на гражданском автомобиле либо зимой любите по буксовать по раздавать либо неважно все многие думают что все многие многие думают что только какая-то агрессивная манера вождения способна что-то там нагреть в автомобиле нет он нагревается уже легко на 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 всем экономит и вы это можете помониторить это лишним не будет если конечно же для вас важен ресурс вашего автомобиля и парни на сегодня все берегите себя берегите своих близких следите за своим автомобилем подписывайтесь на канал скоро увидимся до новых встреч до новых встреч